день добрый уважаемые подписчики и зрители моего канала сделал сам поделись народом и сегодня хочу с вами поделиться немножечко своим головотяпством ну и недостоверной информации которые обычно там может быть даже берем короче весь грех на себя я виноват наш смысл в чем вот у меня 3 дюймовый пропеллер который устанавливается на мой 3 дюймовый коптер и как видите нормально но он мне не нравится во-первых шумный это раз и второе не какие-то знаете отломки вот так и ломаются я уже два пропеллера вот так просто не не сильно зажимал и в то же время лопнули и решил заказать себе немножечко другие пропеллеры но заказал уже на 35 ну как с запасом чтобы лучше тянул ну и получилось то что получилось вот как видите вот я поставил его спереди и он у меня оставить сзади и он у меня как-то так нормально работает а вот если поставить его спереди как говорится хрен вы угадали нифига не получается но конечно и сзади было просто здесь рама шире и здесь стоят стойки и поэтому понятно что здесь не достает вывод что будем делать ну а чё делать как обычно угольные выдумки хитра будем обрезать и делать с 35 снова будем делать на 30 вот я обрезал и теперь у меня этот подходит вот я один уже обрубил правда не знаю как он полетит ну а чё делать чё его обратно китайцу отправить и сказать что я дурак поменяю обратно ну конечно китаец меня пошлет длительное сексуальное путешествие правда не знаю что такое главное что я знаю что я не прав так вот я обрезал на вот такую ширину и уже немножечко довел его до ума чуть-чуть имеется ввиду его мы под рихтовали а как я его имеется ввиду вымерял что было одинаково да но насчет балансировки конечно извините но я знаю что вы не все даже вот эти все пропеллеры которые они все равно хрен балансированные от балансированы потому что я сколько пропеллеры получал я ни один не пропеллер не пришел чтобы он был он балансирован приходилось балансировать но и сами до двухлопастные а трехлопастные даже не знаю как балансировать поэтому что есть то есть попробую конечно через иголочку что-нибудь крутануть так вот как я обрезал брал ангель циркуль я его зафиксировал вот как видите он у меня вот он по краюшку почти по краю как по высоцкому теперь берем устанавливаем сюда и вот так и вот здесь вот так беру немножечко вот так вот раз поправил смысле наметил вот так вот наметил так затем беру свои кусачки но штангель зафиксировал чтобы был одинаковые на всех потом берем кусачки вот так пока резики ну примерно палец пол потолок и вот так вот аккуратно я их откусываю то же самое здесь ой можно так вот так вот потом берем надфиль и надфильком обрабатываем я понимаю что у нас народ диванных инспектор экспертов как собак не резаных и будут рассказывать что я балбес сам знаю не надо ну что делать что делать я уже закажу конечно пропеллеры с учетом косяков потому что надо было смотреть везде а не только а то я как бы посмотрел что сзади пропеллеры подходит а то что спереди фиг подойдут это я не гляну ну и получил то что получил поэтому я так аккуратненько подгоняю и затем аккуратненько вот так счищаю еще раз я не настаиваю что все так делали народ я никого не учу а то тут скажешь что ты там нам рассказываешь всякую херню я понимаю поэтому я никого не учу а я просто показываю как я 35 делаю на 30 но он не на 30 он получится чуть больше конечно потому что даже если посмотреть вот на 30 я его ставлю блин этот не становится вот этот вот если поставить он чуть-чуть будет больше чуть-чуть ну вот на 31 хотя таких пропеллеров нету но зато видите какие лопасти загребать будет только в путь шутка и шуметь и рисует он больше чем тот хотя исходило из того что ну что касается по по прочности он более прочный не такой конечно как этот ну вот так как то так у меня лопасти загребают вперед так надо открутить эти и примерить я тут решным делом думаю блин надо на перед обрезать а назад не обрезать твою мать а я одинаковые обрезал ну ладно чё сделать теперь ну во всяком случае цеплять теперь не будет а то что тут расстояние оно примерно одинаковое тут все связано с тем что надо будет мне все-таки моторы как-то пода подогнать потому что здесь отверстия немножечко эллипсовидные и моторы тудым-сюдым и вот эти миллиметры все равно есть это надо будет подогнать ну что так что два проба получилось а сзади оставим такие шутка ладненько хотя честно говоря надо попробовать надо попробовать как он полетит в таком таком раскладе и полетит ли вообще ну надо же с вами делиться может быть действительно кому-то это будет интересно так что продолжение следует будем теперь делать ну не все все таки я парочку оставлю именно назад именно 35 назад и 30 спереди что будет ну все испортил пропеллер и не испортил посмотрим в полете а так все теперь подходит все четыре пропа я довел до того ума который посчитал нужным так что посмотрим правда они то почему ну вот так как то ну зато теперь видите какие лопасти как они будут загребать ну правда мне еще осталось 4 пропеллера которых я не успел изнахратить так что у меня еще есть 4 пропеллера правда куда их приспособить это уже как говорится другой вопрос потому что сюда они не пойдут но я все таки попробую поставить наперед обрезанные а сзади поставить вон те пропеллеры может быть и полетит ты все таки решил проверить как они будут крутиться поэтому на всякий случай чтобы он не взлетел мы его запустим и послушаем как будет работать проб и что ему сказать а их и не слышно это моторы шуршат а пропеллеры и не слышно а те были слышны ну посмотрим как он в полете будет себя вести посмотрим 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 ну что на этом краткий обзор по поводу переделки пропеллеров я заканчиваю следующий ролик уже будет попробуем полетать в поле ну от вас много не требуется подписка палец вверх палец вниз может кто-то умный комментарий напишет диванных эксперт экспертов попрошу если вы пишете то пишите корректно а не всякую херню неполезную и так всем мира добра здоровья и до новых встреч на моем канале на канале а о